Представительный орден муниципального образования Назаровский район избрал 12 сентября 2020 года. Про полномочия в соответствии с кустом Назаровского района составляет 5 лет. На 1 января 2022 года количество депутатов 21, в том числе 12 избрано по партийным спискам и 9 по адмонатам избирательного кудам. Один депутат работает на постоянной основе в исправе совета депутатов, и 20 депутатов осуществляли свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности, работали на общественных началах. В составе районного совета депутатов произошли изменения в связи с досрочным прекращением полномочий. В начале 2022 года досрочно прекратил полномочий депутат Назаровского районного совета депутатов Байкалов Владимир Геннадьевич в связи с отставкой по собственным желаниям. Что же касается партийной принадлежности, сегодня в составе районного совета депутатов 18 представителей партии «Единая Россия» и 2 представителя партии «Толгутляр». Правовой основой для формирования системы муниципальных правовых акций Назаровского района является порядок деятельности Назаровского районного совета депутатов. Основные правила и процедуры работы определены регламентом Назаровского районного совета депутатов. Смотрите, одна из основных функций представительного органа – осуществление нормативно-творческой деятельности в рамках своих полномочий и направленного на социально-экономическое развитие, улучшение жизни жителей Назаровского района, повышение эффективности распоряжения использования районного бюджета и муниципальной собственности, совершенствование муниципальных нормативно-правовой базы. Главными критериями, которыми руководствуются депутаты, есть и будет законность ответственность открытости перед избирателями. В рамках реализации намеченных планов приняты важные решения, которые предварительно рассматривали на заседании постоянных комиссий, включая совместные. В отчетном периоде в Назаровском районном совете депутатов осуществляли деятельность три постоянные комиссии. Постоянные комиссии работали в соответствии с планами работы и рассматривали вопросы о плане для населения района. На заседании постоянных комиссий за отчетный период, включая совместные, рассмотрено 66 вопросов. В 2021 году Назаровским районом Советом депутатов принято 81 решение, из них 38 нормативных, для этого проведено 12 сессий, 7 из них 7 очередных и 5 неочередных. Ярко депутатов на заседании сессии Совета проведенных в отчетной периоде в среднем составляет 80% от установленного состава. Необходимо узнать, что уровень ярко и хороший. В соответствии с действующим законодательством и в целях учета мнения граждан по принятию решения депутатами были организованы 4 процедуры публичных слушаний. Две по принесению изменений в устах Назаровского района, одна процедура по итогам исполнения бюджета района за предыдущий год и одна процедура по принятию бюджета на текущий период. Все публичные слушания признаны состоявшимися, но, к сожалению, активность населения в осуществлении местного самоправления, а публичные слушания и общественные обсуждения и являются одной из их форм, остаются неизвестны. Одной из форм контроля за деятельностью органов и должностных лиц органов местного самоправления является заслушивание на сетании сессий районного совета депутатов и животного отчета главы района о результате деятельности в отчетах людей. Отчет главы района заслужен за 2020 год, 8 апреля 2021 года. Ряд контрольных вопросов о разных сферах деятельности обсуждены на заседании постоянных комиссий. Принят к сведению отчет об итогах оперативно-служивной длительности международного района Каверосима-Назаровского за 2020 и уже 2020 год. Депутаты районного совета, депутат отходят в составы рабочих групп и контроль за реализацией проекта по благоустройству, работает в составе комиссии администрации района, комиссии, создаваемых для решения вопросов местного значения. Одной из важных задач депутатов – обеспечение взаимодействия населения с созданным местным самоправлением и составлением интересов избирателей международных государственных органов. В отчетном периоде взаимодействия с населением Назаровского района осуществлялись в разных направлениях. Встречи, приемы по личным вопросам, совместные участия в различных мероприятиях позволяют депутатам использовать информацию, поступающую от населения для решения проблем на территории района. В работе сессии, как и у всех в отчетном периоде, имелся ряд особенностей, связанных с коронавирусной инфекцией, в результате чего было ограничено проведение коллективных встреч. В период пандемии ограничительных мер, общение частично перешло в дистанционные режимы с помощью телефонных приемов. За отчетный период поступило более 600 обращений и вопросов. Личный прием граждан ведется всеми депутатами в соответствии с утвержденным графиком, который ведет до сведений избирателей через официальный сайт района и страниц в социальных сетях. Ежегодно с 1 по 10 декабря традиционно проводится Общероссийский день приема граждан, и депутат принимает их в самое непосредственное участие. Обращение граждан, рассмотренное председателем непосредственно дистанционного органа, направляется в общий отдел администрации района и депутатов, а содержание резолюции доносится в учетную карточку. Одним из важнейших направлений в работе депутатов является исполнение наказов в данных избирательных и новинных избирательных компаний. Программа была включена более 200 наказов. Исполнение наказов находится на постоянном контроле. Жители Назаровского района волнуют разной темы. Качество питьевой воды, бродячей споты собаки, благоустройство территории, ремонт автомобильных дорог, качество жилищно-мутовых, коммунальных и транспортных услуг. Большая доля обращений личного характера. Для решения основных вопросов идет работа с районной администрацией, так и сельскими советами. Работа депутатов не ограничивается рамками сессии приема на граждан. В отчетном периоде депутаты принимали самое активное участие в значимых краевых и районных мероприятиях. Здесь я не буду подробно говорить, где мы все принимали, мы с вами все это видно. Назаровский район и совет депутатов участвовали в деятельности ассоциации по взаимодействию с представительными органами государственной власти и местного самоуправления, созданные при законодательном собрании края. Председатель совета депутатов входит в состав секции по вопросам самоуправления. Несмотря на то, что депутаты совета депутатов работают в предварительном органе на непостоянной основе, в новосчетном периоде принимали самое активное участие в общественной жизни района. В рамках выполнения приобретений по противодействию и предупреждению коррупции, в том числе в целях реализации федерального региона о противодействии коррупции, все депутаты в положенный срок предоставили сведения о доходах и отходах, об имуществе обязательствах имущественных характеров за 20-й и также за 21-й год. Сведения размещены на официальном сайте Назаровского района. В целях предоставления сведений надлежащим образом в плане мероприятия по противодействию коррупции на 20-й год совместно с прокуратурой запланировано и в настоящий день уже проведем круглый срок с обсуждением вопросов по практическому применению в судебной практике, в частности предоставленные сведения о доходах и отходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Большое внимание, конечно, уделяется и повышению квадратации и самообразования депутатов районного совета и сельских советов. Значит, у нас за отчетный период 7 депутатов повысили квалификацию по теме муниципального управления и правовая основа организации деятельности представительного округа и муниципального образования. Уважаемые депутаты и приглашенные, таковы у нас основные итоги работы по советам в 21-м году. Поделал достаточно большой объем работы по реализации полномочий определенным федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, устава муниципального образования в Российской Федерации, заседания районного совета депутатов проводили в соответствии с планом при наличии форума, обеспечивая справедение муниципальных правовых акций в соответствии с действующим законодательством и обеспечивая взаимодействие с жителями района. Деятельность районного совета депутатов открыта и доступна для каждого преддомена. Продолжение следует...